Девушки отдыхают Штриховательно С некой продресью Продресь, сейчас ее увидишь Вот такой продресью Полностью избавишься от белого Полностью Вот с такой продресью То есть как бы холст чуть-чуть просвечивается И виден штрешочек набора краски То есть не такой густой А распределяя Создашь продресь Давай Ты сейчас Вреешь все вещество Которое ты залаживаешь Я же тебе не сказал Делать белилой Я тебе сказал темнилой Набрать всю картину Да еще и спродресь Которой даже не пахнет Я же показал Какое количество краски должно быть Надо было мой кусочек Оставить как пример того Как это должно быть сделано Все, что ты сделала Категорически неправильно Пожалуйста, будь внимательным Много А результата пока Все еще нет Итак, коричневая Рожевая Синяя Добиться Вот какого состояния Сбрить снова вещество Которого опять много А продреси нет Вот этого состояния Добиться Очень часто Смотря видео Мы сталкиваемся с тем Что мы же вроде все так сделали Но даже Я оставил тебе Следочек Ты его уничтожила Это вторичный следочек Первый следочек Который я оставил Ты его уничтожила Сделала абсолютно по-своему Вот этого состояния Добиться На всем холсте Поняла? Твой кусок Укладывал по вот этой траектории Если бы ты Увидишь Оставила мой кусок Ну ты хотя бы могла бы Там нет эмоционально набранного По косой Мазка Нет вообще Там есть Вот это Орошательно Устроено пространство Нет Это не решается мастихином вообще Вообще не решается Это та задача Которая мастихином Вообще не решается Она очень умная Поэтому Задача умная Поэтому если ты Смиришься С задачей Которую перед тобой Ставят Будешь внимательно А ты уже не внимательно В третий раз То мы сможем прийти К очень Полезному результату А так Мы просто боремся С твоим сознанием С твоим сознанием Своенравным Уж педагог Я не тут Учеником В этом месте Где у нас белор После того Сделаешь по-человечески Ты соберешь Вещество Которого по-прежнему На холсте Слишком много Вот так соберешь Эта работа не пишется Гигантскими слоями Эта работа Пишется С кишью Соберешь Вещество Возьмешь Белильце На тряпку И вот так Мягенько Смотришь Как мало Вещества Вот таким Дымом Наполнишь Три Плоскости Одна Уже набрана А эти Две Появятся Количество Краски Вот оно Ни шагу За эти Приделы Посмотри Какая Приятная Дымочка Почему Отсюда Почему До центра Едва Доходит Ну Да Это Самое Когда тоже Выкришь Тоже В такую же Меру Тихонько Деликатически Наберешь Очертания Блюда Подтерла И еще Взяла Белил Чтобы Доложить Светлость Но И светлость Которую Ты доложишь Все равно Не должна Быть Чисто Белой Оно Все Не До Белое Что Касается Ягодок Виноградинки Ты будешь Укладывать По Вот Такой Схеме Это Красиво? Ягодки Перемалывая Ягодки Перемалывая Со Одна Вещество Темные Ягодки Темные Ты потом подотрешь Белила Которые будут мешать И наберешь Темнилами Темные Ягодки Темнила Краснотой То есть Идея Коричневый Красный Синька Чтоб Красненька Помидивала Хорошо? Вот так Помидивала Персичек Ты наберешь Вот таким Штришочечком Смотри Почти призрак Рисую Да? Призрак Персика Густой Краски Практически Нет Как и Фоновое Пятно Вот этими Недоколичествами Хорошо? Желтенький Там придет Чуть-чуть Смотри Как он Уже Бархатист Прямо Уже Выражается Его Фактурка И структурка Чуть Потом Это будет Подрезано Кистью Ребром Этой Тарелочки У тарелочки У тарелочки Появится Второе ребро Толщина Да? Здесь тоже Фруктик Смотри Я его сначала Даже просто достаю Как пятно Здесь Здесь Фруктики Фруктики Эти самые Орежки И все По фактуре Вот такие Кувшинчик Будет Несколько Иначе Набрано Но я надеюсь Ты структуру Все-таки Изменишь Поэтому Когда ты ее Изменишь Ты вот Таким Штрихом Нагонишь Сюда Темноты Тенист Тень Упавшую Нагонишь Сделаешь Вот такое Глухое Состояние Фактуры Глухое Если это Неглухое То это Будет Глухое Обозначишь Блетит Который Там Есть Обозначишь Признаки Рисунка Которые Там Еще Прежде Чем Доделать До Крайнего Вот Такой Призрачек Создаешь Ладно? Сейчас Узнаем Немножко Куршин Конечная Укладка Этого Пятна Будет Делаться Вместе С Кистью Со Штрихом Вот Таким Вот С Таким Штрихом А Вниз Сюда Пойдет Вот Такая Седина Седина Пойдет С Идея Структуры Ткани Смотри Идея Структуры Ткани Это Два Вида Тих самых Направлений Один Так Другой Ся Малое количество Вещества Но Больше Чем Чем Было Здесь Лежачий Характер Укладки Не понимаю Вот так И вот так Там В одном месте Складка В другом Месте Падающая Ах Складка Чуть С вот Таким Цветиком Согласен Лежачий Лежачий И смотри Все Немножко Подвержено Воздуху Дымочков Правда? Здесь Линия Теряет Свои очертания Дымочков Правда? И сюда Тоже Пойдешь С этим Дымочком И Синечку Придобавишь И Здесь Растворишься Немножечко Произведешь Подобное Видение Но даже Этот эффект Можно Довести Еще Смотри Оттого Что краски Немного Все Очень Удобно Моделируется С Желтиной Потом Добавишь Светик По складочке Добавишь Светик Опять же Чуть Замаскируешь Замаскируешь И Здесь Прикольно Ой Я как раз Хотела спросить Как же мне Тень-то там Стрелать Элементарно Просто Нижний слой Достанешь Красота Ну давай Продолжай В том же духе Надо хоть Что-то нарисовать Положи картинку Смотрит Более Остро А Поняла Тенечка падает Да? Да От предметика Тенечка падает От предметика По плоскости Падает По плоскости Честно говоря Вместо того Чтоб этого Каракурта Рисовать Который Усердно Рисовала Сударова Лучше бы Перечислил Основные Пятна Ну что без них Ни каракурту Ни помочь Ни Смотри Сначала Рисую Тенечку Будущих Виноградин А потом И снизу Наградин Появляем Тихо Вот Есть Очень Тихо Но от того Что я снизу Оттяню Ага Да Поверх Они как бы уже и бедны. Вот это пусть. Вот это. Оттенечка уже у нас заврет. Вот это. Вот это. Прикольно? Да не то слово. А я тогда, как же это художники делают в лете и прошлого? Оказается, палец. Нет. Палец только один из инструментов в этой теме. У нас еще появится другой инструмент. Такая получается гамма у каждой езды. Богатая, да? Богатая совершенно. Причем ни с чего вообще. Ни с чего, да. Просто от того, что палец вдавливая создает выгодный круглешочек. Я даже просили перевести из кустового ряда одной. Как? Как же я нарисовала этот фрагмент? Ничего не боюсь. Как называется вот это место? Рефлекс. 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 А это рефлекс. Хорошо! Попало! Рефлекс. Очень bajo пржесс масленное. Немного рыхлой вниз, перед detal茴ем, другие которого И минусы не оставалась разъavinной,薄дной. Что это? Это диня А, косточки Правильно Субтитры создавал DimaTorzok И, наконец, блячок Это была сначала высветленная площадка Бачок высветленный Дополненный блячок Прикольно Такие Женчужинки, бусинки Смотрите, как все нормальные дети Рисовала линейный рисунок Зачем он тебе понадобился? Смотри Ты согласен, что он тебе не понадобился? Да Там мшистое состояние укладок И там совсем не нужна Линейность Линейность Смотри 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 Машистинка такая Ну понятно, что там цвет найти И прочее Конечно, все это необходимо Не требует какой-то квалификации Но линейного рисунка Но линейного рисунка Стоило отказаться И вообще линейный рисунок помогает только опытному художнику Как правило, если новичок пользуется линейным рисунком Ничего полезного он не делает Потому что новичок плохо видит рисунок А уж тем более линейный А уж тем более линейный Вот тональный рисунок Когда мы видим все Пятно целиком Нам легче Но дело это купить Смотри какой призрак Шутки Смотри Может оттопать Понятно Туда С 학粵 Там Анна И Ну Сейчас все Закрашиваем Это Женая Обы Erm Идея раздвоенности. Идея раздвоенности. Идея раздвоенности. Идея раздвоенности. Идея раздвоенности. А теперь знаешь, что вот сколько ей можно по легкому. Ну, чтобы в нем вино появилось. Идея раздвоенности. Тень глуха и черна. Я немножко переборщил, но по-моему, это не стало хуже. Это его мало. Идея раздвоенности. 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 Продолжение следует... 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 Там парабеллы цвет положить, здесь тень.